МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...белорусские выробы по цене заводов и творцев. При этом якость продукция обовязково подтверджается сертификатами. Правда, по кульскористаться этими послугами спешаются не усе ИП. Что стремливает процессу взаимовыгодного супрацовництва, ведая Олег Синцерову. Спецоператоров, которые могут работать с малым бизнесом, Гомельский Абровоконкам вызначил еще в 2014 году. У него включили 6 буйных гандрёвых предприемцев и акционерных товаристов. По особенности, тут можно набыть любой товар, от выробы легкой промысловости до обсталевания господарчика призначения. За минулый час оптовые операторы набыли довольно значный опыт по сопрацовницам как с поставщиками, так и с предпринимальниками. При жадании необходимую информацию о пошне могут отримать навык по телефону и интернете. Правда, большинство жадающих набыть сертификованный товар отдаёт перевагу особистому наведыванию складских помешканей и демонстрационных залов. Только за минулый год оптовые структуры отгрузили субъектам малого бизнеса товару больше на 300 миллиардов рублей. Сегодня-то тут чекают активизации сопрацовництва, хоть и не утуевают стремлюющие факторы. Так само есть. По-первых, дизайн некоторых вырубов явно заступает замежным аналогом. По-другому – кошт. Предприниматели оживились. Они подходят, спрашивают товар, но сдерживают цены, потому что сделать торговую надбавку, как у них была раньше, они уже не могут. И здесь получается, что ценовой фактор самый основополагающий. Меж тем, оптовые операторы «Перкананы» поставки сертификованных нехорошевых товаров ойчинной и замежной вытворности индивидуальным предпринимателям справа перспективная и приводить выники минулого года, когда для ИП были проведены некоги кермашов по продаже товара до школьного сезона, по реализации продукции концерна «Белл-Лехпрам» и ее замежных аналогов, а так само товару до Роства и Нового года. Як выник, колькость заключенных договоров досягнула омаль двух с половой тысяч. У «Абруканками» навод разглядели варианты додатковых кредитований оптовых операторов для набытя импортной продукции, але усувези с тем, что ИП с такими просьбами не звертались, необходности у таких кредитных ресурсов не возникло. То есть на сегодня готова оптовая база работать по завозу для непосредственно предпринимателей, только дайте заказ, определитесь и, соответственно, будет по направлению завозить. Олег Синтюров, Валерий Копанько, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня у областного объединения профсоюза отбился семинар «Нарада», на яким обмерковывались выники суместной работы по охове праце за минулый год. Специалисты так само докладнили задачи, которые будут приоритетными селета. Семинар, присвященный теме профилактики вытворчего травматизма, зауседы проходят в поширенном составе. На его разапрашаются техничные инспекторы, специалисты по охове праце, старшине профсоюзных комитетов, предприемств и организаций из всей области. Головная задача для всех присутствующих на 2016 год – повышение эффективности контроля за захованием вытворчей дисциплины. Как свечит статистика, в вынику суместной профилактичной работы, за последние пять годов у регионе отрималась знизить огульную колькость травмированных и загинувших. Однако летость сумная статистика снова начала повышаться. На вытворчасти загинул 21 человек. Для поравнания в 2014-м – 15. При этом каждый третий находился в стане алкогольного опьянения. Другая причина, по которой отбываются трагедии – гребывание правилами безопасности. Подчас семинара означается, что необходимо повысить роль у руководителя предприемства и организации в створении безопасных умов работы. А лишь каждому работнику нужно память и про особистую отказность за свое жизнь. Мы, в принципе, все знаем о принятии директивы номер один президента Республики Беларусь в новой редакции. В этом документе конкретизированы требования как и к нанимателям, так и к работающим, к работникам, касающиеся соблюдения требований охраны труда. Поэтому, естественно, усилия будут направлены, опять же, на исключение эксплуатации и технически несправного оборудования и соблюдение всех элементарных требований по охране труда, работающими. Протягиваем выпуск. Молодым семьям стало простей погасить кредит на будовництво альбона «Бытье жилья». Додатковую поддержку теперь гарантует указ номер 503. Об каких суммах идет говорка? Кто может на их различовать? И при каких умовах? Дея не указа на прикладе расслумачить Ганна Ковалева. Для семьи Мазуркевича укупленного дома была подобна наказку. После 13-ти годов вандрования в поздивных квартирах нареште у них з'явился соправданный семейный очаг. Правда, наступные 20 годов за его треба было выплачивать кредит. На той момент у семейной пары был один сын. И молодые люди были уповнены, что выплата великой суммы им по силах. С часом вырешили завести еще одну дитя. И тут Лес поднес двойный подарунок. В год кем часе Людмила доведовалась, что у ЕЕ будет двойня. Когда так получилось, что у нас должна была родиться двойня, очень страшно было. Потому что все-таки в декретном отпуске нет возможности зарабатывать и оплачивать этот кредит. А оплатить его в любом случае нужно было, потому что мы обязательства перед банком взяли. Семейная пара вирішила звернуться в банк с просьбы припинить оплату кредиту на час декретного отпочинку. Там Мазуркевичам и подказали об новом указе президента, который гарантует молодым семьям поддержку по гашине жильевого кредита. Ее наступил в силу с початку этого года и уже за первый месяц его деяния. У Гомеля Маль 50 молодых семей отримали финансовую допомогу. Самое главное условие состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условиях именно семьей. То есть не одному человеку, а именно муж, жена, либо мама и ребенок зарегистрироваться в это жилое помещение, иметь эту собственность, нельгодный кредит. Если эти условия все совпадают, вы можете обратиться в одно окно, в горысполкома Советская 16 и подать документы. Сумма допомоги залежит от колькости детей. Когда у семьи выховывается одно деть, а потребка складе 40 бюджетов прожиточного минимума. А это больше 60 миллионов рублей. Семьи с двума детьми можно различивать на 80 бюджетов с трыма на 100. Да раньше такая потребка оказывалась и ранее, однако эти суммы были удвоя ниже. Когда размер допомоги совпадает за остатком по кредите, то запозиченность гасится полностью и одразу. Когда же сумма меньше, то и она разбивается на ровные доли и выплачивается поступово, каждый месяц, до конца кредитного термина. Миллионов 20 мы выплатили, остальное оставалось. Нам, горысполком и государство, выделило 235 миллионов. То есть наш кредит, который мы брали, закрывают полностью. До конца лютого я не повинны были бы нести черговый платеж, по мере якого, до речи, больше, как 3 миллионы. Але у пешыню за опушние годы. Эти гроши застанутся в семейном бюджете. Людмила с мужем уже выросли, что потратить их на дитячие приналежности и цацки для двойняток Даши и Богдана. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». Спортсмены из Гомельской области уже завоевали 17 лицензий на уделу летних олимпийских гульнях 2016 года у Рео-де-Жанейро. Об этом поведомили подчас коллеги Управления спорту и туризму Гомельского облавы Канкама. На посяжение подвели выники минулого года. Вырошили, как будут працовать селета. А так сам означали левших спортсменов и тренеров. 2015 год перед Олимпийске. Тому видовочно, что оценивать работу, треба по колькостю уже отриманных путевок Урея. Спортсмены Гомельской области добавили у Скарбонг Украины 17 лицензий. Больше только у представников столицы. Пропуски на олимпийские гульны завоеваны у шести видах спорту. Десять належат представникам академичного веславання и веславання на байдарках и каное. Три легкоатлетам, два тяжкоатлетам. По одной уплаванне и велоспорте. И еще шерох лицензий плануется отримать у бягучем годе. Кандидатами на уделу летних гульнях зараз заявляются больше, как 40 спортсменов. Даречу, другое место у нашего региона и по колькостю завоеванных на международных споборництвах Узнагарод. С чемпионатов и Кубков Европы и Свету гомельские спортсмены привезли у 2015-м 155 медалев. 104 из них сдабыто у олимпийских видах. Говорили не только про спорт высоких досягнений. Треба думать на перспективу. Выхование резерву – залог будущих перемог. И тут есть над чем працовать. Это и умоцование материально-техничной базы детских спортивных школ и повышение квалификации тренерского состава. И тут особливая увага небуйным городам. Мы будем ставить сегодня приоритеты, мы будем сегодня ставить непосредственно на регионы, на сельские школы и будем максимально делать все, чтобы база там материально укреплялась и чтобы специалисты туда приходили. Ну и для того, чтобы календарь спортмероприятий был у ребят полон, для того, чтобы они могли максимально принимать участие в тех стартах, которые запланированы. Во выниках 2015 года лепшей командой краины признали жаночую байдарку-чатверку в складе Вольги Худенко, Маргариты Махневой, Надея Ляпешка и Марина Литвинчук. Девчата завоевали золото на чемпионате света у Милани на дистанции 500 метров. Яны присутничали на урочистой церемонии, подчас якой спортсменам и тренерам уручали стипенды и премии Гомельского Абл-Ваканкама. Год был поспеховым, однако про былые перемоги никто не думая. Напереде главная мета – олимпийские гульни. Летние олимпийские гульни пройдуть у Рея-Де-Жанейро в Жнивне. Будем сподеваться, что у представников нашего региона отримается подняться на пьедестал гонору. Утым ликую на высшейшую преступку. Тем более, что подставы для этого есть. Максим Савин, Игорь Маришченко, телерадио «Компания Гомель». Старшиня Гомельской областной организации Беларуского союза «Ветерану войны в Афганистане» Михаил Жукевич сегодня станет гостем программы «Деалог» телерадио «Компании Гомель». Я на выдеоэфир на телеканале «Беларусь-3» у 18.01.50 хвилин. Свои питания про пановы и зауваги вы можете выказать, потелефоновавши по номеру промога эфиру «У Гомелі» 77-68-45. И это была почняя информация о нашего дзеннага выпуску. У студии працевала Наталья Игнатенко. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин